Друзья, всем привет! С вами Алекс Павлов и смотрите канал Hangover. Наш сегодняшний выпуск посвящается британской группе Iron Maiden и их семнадцатому альбому под названием Shinjutsu. Iron Maiden на сцене уже более 45 лет и каждый их альбом, каждый тур является огромным событием в мире рок-музыки, а эстетика маскота Эдди привлекает в ряды новых адептов каждый год огромное количество фанатов. Но и сама музыка, помимо этого, вызывает огромное количество споров и обсуждений. Еще до официального выхода альбома Shinjutsu мы попросили российских музыкантов из различных тяжелых групп рассказать нам о своих ожиданиях по поводу этого альбома, а также поделиться мыслями по поводу феномена группы Iron Maiden. После официального выхода альбома мы все редакции Hangover'а послушали, естественно, его и составили собственное мнение, которое мы поделимся с вами в конце этого видео. И если вы уже успели послушать альбом, сможете сравнить со своими ощущениями. А перед тем, как мы начнем, напишите в комментариях ваш любимый альбом Мейденов и, может быть, две-три песни, которые вы считаете главными их шлягерами. На основании ваших комментариев мы сделаем плейлист лучших треков Iron Maiden по версии зрителей канала Hangover. А теперь погнали! Как мне кажется, почему группа популярна и у нас, и в мире. Они нашли совершенно потрясающее сочетание мелодизма и драйва. А, и плюс визуальные составляющие. Это супер-шоу, это концепт с Эдди. Это все очень хорошо работает. Для меня фишка Iron Maiden — это крутая музыкальная составляющая, очень клёвый высокий вокал, а также вся атрибутика, связанная с группой. Очень крутой композиторский талант, невероятные лаконичности гитарной ходы, супер-вокал, умение писать интересные исторические тексты, но при этом полное отсутствие песенных форм. Моя теория такова, что в 80-е годы, когда хэви-метал был на пике своей популярности, да, люди, которые имели возможность экстреллировать и выступать на огромных площадках, они впитывали в себя эту атмосферу и, соответственно, писали песни, которые подходили под стадионное исполнение. В формуле успеха Iron Maiden лежит и тот факт, что все музыканты группы очень разносторонние и харизматичные личности. Про них всегда есть самые разнообразные новости за их жизнью, интересно следить их, высказывания имеют вес. Например, вокалист Брюс Диккенсен — это еще и пилот гражданской авиации. Турвый самолет группы под его управлением, когда мэйдены летят из одной страны в другую — обычная история. А еще это виртуозный фехтовальщик, автор нескольких книг, теле- и радиоведущий, и если надо, то и советский танк поведет на врагов. Ну, наверняка новые работы тоже находят своих слушателей, находят отклик у поклонников, потому что полные стадионы, полные залы уже на протяжении, там, не знаю, всей карьеры группы. Целиком мне нравилось их вот последнее творчество, не могу сказать. Мне все-таки ближе какие-то более такие ранние альбомы, там, 80-х годов. Вот они прям вообще тоже, там, от и до все люблю. Я слушал ранние альбомы и где-то 2010 года, по-моему, альбом. Но в целом как-то никогда от этого не фанател, поэтому для меня эта группа, скорее, знаковая в истории металла, но никак не отражающаяся на мне и на моих вкусах. Но если посмотреть на места в хит-парадах, можно прийти к выводу, что поздние работы Iron Maiden они ничем не уступают по популярности, а где-то даже превосходят классические альбомы 80-х. Например, Book of Soul, если я не ошибаюсь, он занимал четвертое место в Billboard. Это был наивысший результат Maiden вот в американском хит-параде. Но вот лично для меня я могу отметить, что я считаю лучшим альбомом Maiden это Brave New World 2000 года, когда в группу после периода с Блейзом Бейли вернулся Брюс Диккенсен и Адриан Смит. Они записали этот мощнейший альбом с классными мелодиями, с интересными структурами, с интересной тематикой самих песен. И вот я его недавно переслушивал, и впечатления такие же, как 20 лет назад. Ну, в общем, альбом просто вот прям вот такой, на мой взгляд. За что Iron Maiden как минимум достойна уважения – это преданность своей музыке. Они эволюционировали и экспериментировали, при этом кардинально не меняя свое звучание в погоне за трендами и коммерческим успехом. Не боялись и не стеснялись быть немодными. Стадионные концерты по всему миру даже на четвертом десятке существования группы – одно из последствий принципиальной политики невмешательства в творчество группы со стороны лейблов или менеджмента. За это они любимы несколькими поколениями своих фанов, которые сегодня покупают альбомы и разнообразные мерч, сметают билеты на концерты и ждут исполнения своих любимых песен. Будь то классикой золотого фонда 80-х или хиты последних лет. Это совершенно точно не финальная работа Мэйга. При таком образе жизни и при таком туре их можно давать еще очень-очень долго, на мой взгляд, возрастом совершенно непонятно. Но это тоже касается работы на музыке. Люди получают удовольствие от того, что они делают. Я не знаю, что может остановить этих людей. Они могут перестать давать концерты, наверное, в силу возраста, потому что физически это уже будет тяжело делать. Но писать песни, мне кажется, все равно они будут до последнего. И это прям супер мотивация, мне кажется, для всех музыкантов. Так вот бодриться, как они в таком возрасте, с такими нагрузками – это прям очень круто. Да, учитывая возраст музыкантов, конечно же, можно ждать все, что угодно. Но мое мнение, что это далеко не последняя работа группы. И я надеюсь, что это так. Если учесть, что последних альбомов выходят с разрывом 5-6 лет, то думаю, еще один альбом, может быть, и два точно будет. Если посмотреть на того же Оззи Осборн, так он до сих пор делает музыку. Поэтому считаю то, что возраст никак не влияет на это. Только их желание, если они захотят сделать, то они сделают. Влияние Мэйденов на развитие тяжелой музыки бесценно. Альбомы группы сильно вдохновляли тех, благодаря кому появился во время американский трэш-метал и даже метал-кор. Концерты группы — это всегда большое шоу, которое, сродни индустрии комиксов, способно погрузить свой особый мир, даже самых взрослых и серьезных. А самое активное поведение музыкантов на сцене, в отличие от многих представителей современного металла или рока, заслуживает без малого восхищения. Ведь старшему из них, барабанщику Ника Макбрейн, уже 69 лет, а коллеге по группе младше него в среднем всего на 5 лет. Находится много людей, поклонников коллектива, которые все равно ждут от Мэйдена каких-то откровений, ждут, что вот сейчас новый альбом там попрессер, это музыкальный. Я давно уже этого не жду. Мне кажется, что эта группа в музыкальном плане сказала все, что она должна мне сказать. Она просто должна это поддерживать, сейчас выдавать какой-то новый материал. Но в любом случае этот новый материал очевиден для меня лично, что люди делают уже больше для себя и в свое удовольствие. Поэтому каких-то откровений я уже не жду. Никто от них откровений не ждет и никому они не нужны. А Мэйден это уже легенда и музей под открытым небом. Зачем им что-то делать? Весь новый сингл, две вещи, которые я услышал, это опять-таки middle tempo, это опять-таки протяжная, неплохая музыка. Мне понравилось, но душаху все-таки хочет другого. И я, честно говоря, очень боюсь, что весь альбом будет приблизительно в таком стиле и сделан. Мне почему-то кажется, что ту агрессию, тот драйв, ту скорость, которую они когда-то демонстрировали, почему-то они решили больше этого не делать. И для меня это жалко. Очень боюсь, что на новом альбоме вновь не будет такого рода вещей. Ну, посмотрим. Жду ли я откровений на новом альбоме? Ну, наверное, пожалуй, нет. Хотя все равно послушаюсь с большим интересом и удовольствием. На каждом альбоме Iron Maiden, даже на поздних работах, которые, как я уже говорил, я к ним отношусь не очень однозначно, я уверен, что будут классные песни. Может быть, действительно, этот альбом чем-то удивит. В любом случае, послушаюсь с большим удовольствием и желаю группе всего самого наилучшего. Ну и что же поклонники группы получили в итоге? Ожидания большинства из них, безусловно, оправдались. Музыканты остались верны тому музыкальному курсу, которому следует последние 15-20 лет. Это определенно тяжелая эмоциональная пластинка. На ней хватает и длинных эпичных номеров, и коротких прямолинейных боевиков. Как, например, написанная тандемом Смит Диккенсен композиция The Days of Future Past. Возможно, как раз в этом и кроется причина того, что Синжуцу пришелся по душе как и фанатам Старой Гвардии, которые ходят на концерты Maiden прежде всего, чтобы послушать The Trooper или Run to the Hills, так и любителям зрелого творчества музыкантов и альбомов, сделанных в новом тысячелетии. Некоторые зарубежные поклонники так и вовсе считают, что на альбоме присутствует лучший за последние 30-40 лет творчество коллектива треки. В глаза, конечно, бросается недостаток явных хитов, однако на сей раз он компенсирован драматичностью таких песен, как посвященный Винстону Черчиллю Darkest Hour или Death of the Cells, в которой Стив Харрис, автор композиции, в очередной раз обращается к народным музыкальным мотивам своей родины. Но, конечно, нельзя не отметить примечательную работу трех гитаристов. На этом альбоме они продолжили свою фирменную фишку – вставлять в продолжительные треки и гитарные соло каждого из них. По итогу альбом звучит мощно, целостно, и хотя иногда возникает ощущение, что ты уже слышал эту песню Iron Maiden, от этого не становится менее радостно. Напишите ваше мнение в комментариях, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока!